Донецкая республика Факт 1. В Донбассе людей волнуют в первую очередь экономические проблемы. Нужно ясно понимать, что федерализация не решит социально-экономических и политических проблем региона. Донбассом всегда управляла местная элита, потребленная высшими эшелонами власти. Главный диджор этого оркестра в первую очередь миллиардер Ахметов. В Украине Ахметов первый парень на деревне. В России же он превратится в олигарха второго эшелона, что ему абсолютно невыгодно. Значит Ахметову выгоднее играть в рамках украинского проекта. Факт 2. Население Донбасса не имеет четкой позиции большинства. То есть нет такого, что все за или все против выхода из состава Украины или вхождения в состав в России или же создания своего, скажем так, независимого государства. Как не банально звучит, но все уперлось в разницу поколений. Молодежь, которая выросла в Украине и считает ее своей родиной, не тянется к России и у нее нет такой ностальгии по совку, как у пожилого контингента. Завезенные ораторы это четко знают и апеллируют понятием «Россия почти то же самое, что и СССР, но намного лучше». Факт 3. Нужно четко понимать, что в случае, если Донбасс отделится от Украины, то угольная промышленность там вымрет. Доказательством служит тот факт, что в Ростовской области, где в 90-х годах было до 50 шахт, сейчас осталась только одна. Добыча угля там была прекращена в 2002 году. Объединение Ростов-Уголь полностью ликвидировано в 2009 году. Если шахты закроют, очевидно, что шахтеры останутся на улице, пострадая также и всесмежные отрасли. В 2013 году в России на 40% сократились инвестиции в угольную промышленность. Реально, ни металлургия Донбасса, ни уголь Донбасса России не нужны. Потому что в России много крупных металлургических компаний, медкомбинаты которых более развитые и модернизированные, чем украинские. Кроме того, в случае присоединения к России, все шахты Донбасса будут остановлены из-за большой себестоимости добываемого угля. Это связано с тем, что в России есть много угольных бассейнов, где уголь извлекают открытым методом, а за счет этого он значительно дешевле, чем добываемый на шахтах. Добыча угля там ведется на толстых пластах, а более 60% объема в карьерах открытым способом. На таких шахтах затраты составляют 10 долларов на одну тонну. Факт 4. Производство Юго-Востока ориентировано на химию, машиностроение и металлургию с конечным потреблением за пределами Украины. И кто захочет покупать что-то у территории с сомнительным статусом? Получается, что большинство экономических связей и договоров будут утрачены. Люди потеряют работу, доходы упадут, и население будет беднеть с каждым днем. То есть с точки зрения капитализма России нужна дешевая рабочая сила с Донбасса, которая постепенно вытеснит азиатов. Факт 5. Украина стремится в Европу, и при модернизации шахт и медзаводов Донбасс может стать металлургическим угольным сердцем Восточной Европы. Но России такой мощный конкурент не нужен, поэтому шахтеров пытаются втянуть в политические сепарадистские игры и на фоне общего недовольства расшатать ситуацию в Украине, создать буферную зону, по примеру, Проднестровье. Хочу напомнить, уже может всем поднадоевший тезис, но очень правильный по своей сути. На Майдане люди стояли не за НАТО, не за ЕС, а за жизнь без воюка коррупции, за будущее своих детей. Никогда в мировой истории революция не приносила сиюминутного блага. Но появлялась возможность сделать что-то лучше, чем было. Пусть не сразу, пусть постепенно, но пусть маленькая частичка вклада каждого гражданина в общее дело приведет к процветанию Украины и никак иначе. Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова